Прогулки по космосу. В московском планетарии недавно закончилась многолетняя реконструкция. И хоть для москвичей такой взгляд в звездное небо вроде бы не в новинку, планетарий появился там еще в 30-е годы прошлого века, ажиотаж у его здания до сих пор. Мы продолжаем серию репортажей о Москве. Столица космическая в сюжете Анастасии Кондрашовой. В многоликой Москве есть одно здание, очередь к которому иногда может тянуться не меньше, чем в былые времена к Мавзолею. Причем с самого утра на пути к звездам стоят не только приезжие гости столицы, но и сами коренные москвичи. Как в лучших традициях советских фильмов, по выходным сюда приходят целыми семьями. Просто посмотреть на звезды. Мы первый раз пришли, мы живем в Москве и периодически приходим сюда. На полдня? Да, и мы попадаем сюда на полдня как минимум. И потом еще как минимум месяц все это перевариваем, обсуждаем, потому что это надолго хватает. Потом идем опять. Что непонятно, еще раз, еще раз, еще раз пощупать, попробовать. Прогуливаясь по залам, можно пройти весь курс физики и астрономии за день. Не скучной, занимательной. Все, в чем раньше сомневался, можно испытать на себе. Посоздавать искусственные облака, узнать свой вес на других планетах. Здесь дети в раз становятся почти учеными, а взрослые скорее как дети. Когда еще будет шанс стать настоящим космическим пиратом и грозой всей галактики? Лишь взмах головы планета взорвана. Вот, Юпитер взорвала. Этот маятник как раз для сомневающихся, чтобы еще раз убедиться, Земля все-таки вертится. А чуть дальше планеты можно и повертеть собственными руками. Позже же прогуляться вдоль всей Солнечной системы. Популярны не только пешие прогулки. Здесь, в московском планетарии, самые обычные предметы кажутся нереальными. Вот, например, велосипед, на котором можно совершить космическое путешествие по Солнечной системе. Можно посетить Венеру, Сатурн, Нептун. Ну, почти все планеты, но не все так просто. Вот я, например, все время пытаюсь покинуть Солнечную систему. Этих космических прогулок вдоль и поперек галактики москвичи ждали долго. Почти 20 лет. Путь к звездам, как и полагается, был тернист. В 1994-м московский планетарий был закрыт. Ветхое здание стало опасным. Но реконструкция началась лишь спустя 10 лет. Правда, затем небо над этим зданием оказалось неблагосклонным. Спор акционеров, банкротство и, наконец, продажа. Лишь год назад московский планетарий вновь распахнул двери во Вселенную. Это возможность у людей увидеть звездное небо такого качества, что оно даже лучше, чем в горах. Сейчас курс астрономии в школе его нет. Он входит под раздел физики. Я не хочу сказать, что мы вкладываем какие-то знания в голову людей, но все равно люди приходят и узнают для себя что-то новое. Сейчас здесь витает больше романтичный настрой. В парке небо посетители пытаются средь бела дня рассмотреть звезды. Сегодня не повезло, погода плохая. Но даже намотав две сотни километров, а то и больше не отчаиваются. Специально посмотреть, что это такое вообще. Потому что у нас в двери маленький планетарий. Здесь целый день можно ходить. Очень интересно. А те, кто ездил еще дальше, считают, что московский планетарий теперь не хуже заграничных. Именно у него самый большой купол-экран в Европе. Анастасия Кондрашова, Юрий Чернышев. Информационная программа «День. Москва». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова